Всем привет, с вами Hardway. Сегодня на канале Redgos я бы хотел разобрать новую фишку в игре Art of Conquest, как свитки насыщенности. Здесь сейчас ввели новую плюшку, она позволяет улучшать, соответственно, вещи, и можно их будет насыщать. Изначально можно получить, соответственно, свиток насыщенности нулевого уровня, потом, когда вы насыщаете любую вещь, можно будет, соответственно, его прокачать. Если он вам не нужен, можно будет перегнать и получить назад свои вещи, в данном случае материалы для прокачки. Здесь смотрите внимательно, есть очень похожие бонусы, но у каждого свитка они разные. И прокачка каждого свитка, допустим, в данном случае до пятого уровня, даст еще дополнительный бонус, кроме того, что он дает просто при апе каждого уровня. То бишь, это шаг равен пяти. Пятый, десятый, пятнадцатый, двадцатый, двадцатый, двадцать пятый, вплоть до пятидесятого. Смотрите, о чем я имею в виду речь. Здесь смотрите, вот, одинаково казалось бы, да, как бы атака, лечение, здоровье. Если взять, к примеру, другой свиток насыщенности, посмотрим, да, как бы здесь идет лечение войск на три и здоровье войск. Соответственно, они уже будут разными. Здесь, соответственно, тоже, как бы, можно будет посмотреть, выбрать для себя группировку для танков непосредственно, да, как бы. Также можно перед тем, как вставлять что-либо насыщать, непосредственно вот здесь вот есть описание всех этих, соответственно, уровней, да, как бы, и что они конкретно дают. Ну, то бишь здесь, допустим, восстанавливает пятнадцать процентов здоровья в течение пяти секунд. Будет довольно выгодно, но единственный минус в том, что довольно дорого качать, в том плане, что здесь идет повышение соединички, да, как бы при прокачке, до двоечки, троечки, четверки, пятерки и так далее. Объясняю, в чем смысл. Ну, вот смотрите, здесь, допустим, если насытить вот этот вот, сейчас, ну, к примеру поставим там любой, неважно. Нажмем, да, как бы, теперь заколдуем его, посмотрим, сколько будет стоить. Вот он просит четыре. После того, как здесь было четыре, он будет уже просить пять, потом шесть, потом семь. Когда вы докачали один уровень, один уровень, это вплоть до пятерочки, да, как бы, у вас будут просить тогда, соответственно, уже плюс два. Потом с этой вот градации, да, как бы, уже будут просить плюс три. И здесь будут просить плюс четыре. То есть, общее количество, сколько нужно будет для прокачки, да, как бы, и плюс непосредственно на увеличение. Из хороших бонусов то, что мне, в принципе, здесь понравился. Это Шторм был. Также неплохие вот эти вот классические, да, как бы будут. То есть, повышение урон войскам. Вот тоже, как бы, да, попавший на полу урон получает цель на 8% в 5 секунд. И также можно будет, соответственно, его извлечь. Это тоже немаловажно, довольно удобно. Если не нужен, можно просто извлечь и переставить туда, где свитка еще нет. Ну, вот, допустим, сюда, например, тоже извлекаем, да, как бы. И ставим сюда любой из уже вкачанных. Просто нажимаете насытить, и он у вас, соответственно, здесь, смотрите, уже будет того уровня, да, который непосредственно у вас уже был. Ну, в данном случае это троечка, да, как бы я пока еще не вкачивал. Теперь хотел бы показать, где их можно будет набрать. Все, в принципе, места можно будет, соответственно, покупать в лавке. Просто за линари, да, как бы, вот он стоит 360. Ну, как по мне, дороговато. Кто донатит, можно будет покупать их, соответственно, в комплектах. Вот они, но опять-таки 400 рублей практически за 52 свитка, тоже не очень дорого. Ну, не очень дешево. Можно будет получать, в данном случае, в ежедневках. Это первый сундук, соответственно. Ну, кто еще не разбирался с этим, кто не смотрел. Потом, в данном случае, сейчас можно будет получать с Дороги Победы. Здесь, кстати, довольно много получается. Ну, как бы, видим, 4 сундука, да, как бы, соответственно. И таким образом, я думаю, что добавят еще, скорее всего, в события рулетки. Рулетки просто пока нет, соответственно, да. В других ивентах этого тоже я пока не видел. По выгодности, довольно выгодное предложение, особенно если учесть то, что его можно купить даже в лавке, если там вы не дожидаетесь по какой-то причине рулетку. В принципе, по очкам получается неплохой подъем статов. Единственное, что, опять-таки, нужно будет непосредственно выбирать, что нужно будет. Потому что, ну, вот, извлекаем, да, смотрим снова. Но, если даже атакующие, вот они, к примеру, похожи, да, как бы, есть на лечение, это на лечение идет. Сейчас найду на атаку. Вот, атакующие, да, как бы, соответственно, войска на атаку и лечение тоже, да, там 2%. То, смотрите, вот здесь, вот, допустим, там вот этот вот бонус, да, к примеру, он же будет не такой, как здесь. Здесь тоже идет атака, лечение войск. Так, ну, вот этот бонус, вот этот будет шторм, соответственно, базовой атаке войск наносит фиксированный магический урон, равный 8%. То бишь, они отличаются. Даже если вот здесь вот будут похожим, да, как бы, то следующие бонусы, они у них отличаются. Поэтому можно непосредственно выбрать. Если я правильно понимаю, их всего 8 штук, как бы, да, ну, то есть 8 разных, которые дают, в принципе, разные бонусы. Если первые бонусы у них еще схожи как-то, ну, как бы, здесь, опять-таки, атака, лечение, то вот эти вот последующие, они у них, соответственно, отличаются. Если кто-то не заметил, посмотрите внимательно, увидите, что у них есть отличия. Пока я не могу сказать, что, как бы, однозначно лучше или хуже. Наверное, будет топовым тот же, опять-таки, процентовый урон, который дополнительно идет по магии. Здесь, который в шторм идет, да, как бы, ну, это все, опять-таки, нужно тестировать. Хоть я пока еще не закачал ничего, повторюсь, сейчас просто буквально первый день этого всего. Народ, как бы, не особо-то еще разобрался, мне так кажется. Честно говоря, я сам тоже пока это все просто смотрю у себя на примере этого, да, всего. Здесь с прокачкой, ну, с прокачкой я вроде как бы объяснил. То бишь, когда вы прокачиваете на уровень выше, у вас здесь, соответственно, непосредственно просто будут повышаться. То бишь, вот с уровень 0, 40. Сейчас, соответственно, да, как бы вот здесь 40 идет. Заколдовываем. Сейчас здесь будут уже просить 50 у нас. Потом заколдовываем еще. Будут просить 60. Дальше будете заколдовывать. Будут просить 70. И так, пока вы не апнете на пятак. То есть здесь апнули пятый уровень. С пятого уровня уже прибавляется не единичку, а двоечку. С десятого троечку. И так, соответственно, можно посчитать, сколько вот этой фигни нужно будет вообще на ап. У ребят была табличка, но, как бы, если кто на Дискорд подписан, тот может это вот так посмотреть. А так, в принципе, посчитать не очень сложно. Просто за каждый ап плюс вы видите там по единичке фактически. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Если кому видео понравилось, было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. У меня все. До свидания.